Председатель, простите, зачитаю, должность Объединённого комитета начальников штабов генерала Соединённых Штатов Америки Марк Милли допустил, что эта война закончится переговорами. Также один из самых известнейших современных немецких философов Хабермас на этой неделе выпустил огромную колонку, тоже, в общем, где вёл к тому, что, наверное, нужны переговоры. Как вы думаете, означает ли это, что Запад начинает, что ли, несколько уступать и понимает, может быть, что на поле боя эту войну Украине не выиграть? Нет, конечно, не означает, потому что, ну, про философа, честно говоря, сказать пока не могу, не читал, простите, а вот Милли, конечно же, я читал и слушал. Милли – это председатель комитета начальников Объединённого комитета начальников штабов, то есть это военное руководство, не политическое, военное, это большая разница. Дело в том, что за несколько дней до этого программное заявление сделал министр обороны США, который сказал следующее, находясь на Рамштайне конференции, что США и европейские союзники гарантируют, как бы, как сказать, гарантируют, обещают, не знаю, точное слово сейчас не вспомню оттуда из этой его речи, обязались, обязались, обязались поддержать Украину и помочь ей провести весеннее наступление. То есть министр обороны США заявляет, что решать мы будем на поле боя, мы обязуемся помочь Украине провести весеннее наступление, а не переговоры, правильно? И об этом говорит политическое руководство Соединённых Штатов Америки. Военное руководство в этот момент, естественно, возьмёт под козырёк и будет выполнять то, что сказали политики. Майк Милли считает, что в целом не сейчас, не весной, а после этого наступления, раз оно уже анонсировано. Возможно, кстати, он там даже оговаривается кучу раз в своей речи, что, ну вот, наверное, не до последнего сантиметра будет военным путём освобождаться украинская территория. Тут да, это правда, но это все с этим согласны, украинское руководство тоже. И Кулеба, и Зеленский говорили, что, возможно, например, Крым будет освобождён по какому-то смешанному сценарию. То есть, например, украинские войска дойдут до Джанкоя, скажем, а в горы уже не пойдут, там уже это будет некий ультиматум в адрес России. Ну, как мы помним, Первая мировая война, когда немцы сдались, их войска находились на территории Франции, их войска к этому моменту оккупировали Балтию, оккупировали часть Украины, Белоруссии. Но они сдались, сдались и отовсюду вывели войска. Вот так и здесь переговоры имеются в виду, что, да, не будет убит последний россиянин, последний российский оккупант не будет убит, а будет изгнан мирным путём. Последний, если позволите, как раз опять же всё-таки про Запад и Евросоюз. Говорят, что Путин, наверное, будет готов заморозить этот конфликт, и вот будет такая война длиться, может быть, несколько лет. А западная казна, наверное, это не какая-то бездонная бочка, и деньги в какой-то момент закончатся. Но вы думаете, что европейские страны и США будут всё это время готовы помогать Украине? Конечно. Слушайте, во-первых, так. Путин-то готов заморозить хоть сегодня. Он прямо сегодня готов подписать соглашение, что вот по этой линии разделения прекращение огня. Конечно, он этого добивается всеми силами. Просто на это не согласен ни цивилизованный мир, ни, естественно, Украина. Теперь вы говорите о расходах. Давайте сравним расходы России и вообще экономическая мощь России и экономическая мощь Запада. Вы говорите, не бездонная казна на Западе, по сравнению с российской, я вам скажу, в январе месяце в России доходы бюджета составили 19 миллиардов долларов. Ну, если перевести рубли в доллары, 19. А расходы – 44 миллиарда. Понимаете, 19 заработали, 44 потратили. Потому что у них за год в полтора раза выросли расходы из-за войны. И таким образом они в минусе на 25 миллиардов долларов. Но при заработке 19 это очень много. Это просто транжирство, которое никакая страна в мире себе позволить не может. Для Запада, теперь давайте подумаем, что такое для Запада 20 миллиардов или 50 миллиардов. Вообще Запад потратил на войну на сегодняшний день 200 миллиардов долларов, грубо говоря. Это уже и на вооружение, и на гуманитарную помощь, и на экономическую помощь, и то меньше. Ну, 200 миллиардов в пределе. В масштабах Запада это просто монетка на сдачу, понимаете? Ну, серьезно. Понятно, что победив Россию, нужно будет получить все эти деньги с нее. Запад на это рассчитывает. Победа, репарации. И естественно, что Россия должна будет оплатить и каждый танк, и каждый пирожок, который скормлен как бы украинцам, да, украинским беженцам, за все должна заплатить Россия. Я думаю, что долг России на сегодня около 2 триллионов долларов таким образом составляет. То есть расплачиваться ей от 20 до 50 лет по этим долгам. Вот, поэтому нет, ну, нечего сравнивать тут эту мощь. Если бы Запад был вынужден жертвовать, не знаю, там, 10% ВВП, он не должен жертвовать даже одним процентом ВВП, понимаете, в чем секрет.